Да, так, значит, предыдущий у нас, предыдущая мирова, на предыдущих занятиях мы закончили с 23-й игровой, всеобщий закон капиталистического накопления. Пас Павлович, вы тут как единственный слушатель годовой сможете сформулировать этот закон? Закон превращения прибавочной стоимости в дополнительный капитал, который опять в свою очередь приносит прибавочную стоимость. Нет, это не всеобщий закон капиталистического накопления. Вот Марсово формулировал, он даже там курсивом выделил, что это и есть всеобщий закон капиталистического накопления. Если коротко, рабочее население, производя накопление капитала, производит и средства, делающие его относительно избыточным. Это есть последняя, скажем, заключительная фраза. Да, то есть возрастание капитала, возрастание армии труда, возрастание производительных сил, оно ведет к относительному перенаселению и, как следствие, к нищете рабочего краса. Вот это вот закон всеобщий, это вот говорят, что в России сейчас какой-то там неправильный капитализм, потому что так вот, а на самом деле это совершенно всеобщий закон капиталистического накопления, и он действует всюду и везде. Ну а сегодня у нас откуда рост? Рост памперизма, в итоге. Рост памперизма, да, и ведет к бедности, то есть вот здесь такой вот парадокс, который мы сейчас наблюдаем, что развитие производительных сил, оно ведет не ко всеобщему богатству, как вроде бы должно было бы быть, а к бедности огромного большинства населения. Вот можно посмотреть, как это Маркс сам формулировал. Это можно предположить, что цифра там 25 миллионов рабочих мест творческих, которые были обещаны Путиным, не знаю, там, десяток, дюжин лет назад. Даже если бы компрадорская буржуазия у нас отсутствовала, это была бы завышенная цифра. Ну вот как Маркс сам. А как раз компрадорство вообще заправляет финансами у нас. Значит, Маркс сам формулировал так. Чем больше общественное богатство, функционирующий капитал, размеры энергии его возрастания, а следовательно, чем больше абсолютная величина пролетариата и производительное силы его труда, тем больше промышленная резервная армия. И таким образом, чем больше эта резервная армия по сравнению с активной рабочей армией, тем обширнее постоянное перенаселение, нищета которого прямо пропорционально мукам его труда. Чем больше трудишься, тем больше мучаешься, а не наоборот. Вот. Это абсолютный всеобщий закон капиталистического накопления. И вот тут вот еще интересная параллель можно провести, что вот здесь же в этой же граве Маркс писал, что вот несмотря на такую бедность, люди активно размножаются и сравнивают это размножение с размножением слабых животных, да? И почему это тогда размножались? Потому что, как ранее писал Маркс, эксплуатация детского труда была чрезвычайной. И родители родили детей, чтобы дети, значит, когда вырастут, они их как-то обеспечивали. Это вот интересно прерывается сейчас. Вот наша женщина, работающая на строительном объекте с таджиками, говорит, что таджик в 35 лет, он уже не работает. Он уже сидит там в Таджикистане и принимает деньги от своих детей, которые вот здесь, в Ленинграде, носит. В Москве там, где-то в России работают. То есть это, а я говорю, а как же, по множеству таджиков в 35 и 40? Ну, они считают, что это из неправильных семей, из плохих семей там и так далее, где дети не могут прокормить. Это раз. И второе, вот то, что президент вот выступил с инициативой повышения материнского капитана, материального повышения рождаемости, Петр тоже может усмотреть примерно то же самое. То есть, вместо того, чтобы платить нормальную заработную плату, вот здесь пытаются стимулировать размножение тем, чтобы людям было выгодно экономически заводить детей. Это тоже такая форма. И, по мне, возможно, и не исключено, что так оно и есть, что где-то в депрессивных районах среди людей с крайней бедностью действительно заведение детей – это будет форма такая личностного выживания в том числе. Потому что у нас там эти деньги, которые платятся за детей и так далее, в Ленинграде считаются, может, не очень большими, а там эти деньги довольно значительные. Так что вот такие вот здесь параллели не очень веселые. Ну, вот сегодня у нас так называемое первоначальное накопление. А накопление что такое, Степан Степанович? Ну, за вложение прибавочной стоимости в очередное... Вращение прибавочной стоимости в цикле того? Да, коломорота к этому. Ну, это подразумевает, что это должно быть некий круговорот такой. Да, да. А откуда взялось-то вот это курица или яйцо? Прибавочная стоимость и накопление. Тут вот это самое... Тут вот первоначальное накопление какое-то должно быть, да? Ну, да, очень разорвать порученный круг. Марс обращается к истории... Вот это так называемое первоначальное... Вот, и первый параграф 24 главы называется «Тайна первоначального капитала». То есть накопление, да? Да, накопление капитала. Значит, ну, кроме оборот капитала, то есть деньги, товар, это рабочая сила и средства производства, и деньги возросшие предполагают, что перед его первым оборотом обеспечивается капиталистическое накопление. То есть обеспечивающее капиталистическое накопление имелось первоначально, то есть первоначально, то есть первоначально, по-моему, да, по-моему, сайтам. То есть оно происходило вне рамок еще капиталистической системы, вот. И Марс проводит в следующем большом параграфе, параллель между историческим анекдотом, очевидно возникшим где-то в позднем Средневековье, или Европа, это 16-17 века, период становления мануфактурного производства, значит, параллель между историческим анекдотом разделения людей на кучку бережливых трудоколиков и массу оборванцев, лодыри, прокучивших все подряд, все свое имущество до последней, можно сказать, нитки. И с другой стороны, с библейским сюжетом о грехопадении Адама. Библия обрисовывает нам божественную правду. Здравствуйте, параллель, давайте садись, есть тут немножечко выклить, давайте вот действительно на пути Виктора Ивановича встанем. Да. Вот для того, чтобы заработало капиталистическое производство, кто должен встретиться? Ну вот... Должны встретиться два товаровладельца, два товаровладельца, имеющих, располагающих своеобразными видами товара. Это вот эти два товаровладельца, кто? Ну, первое, это будущий капиталист, который накопил правильными, то есть, обычные неправильные, деньги. Деньги, вот, и, значит, накупил, ну, частично, может быть, и создал средства производства, средства элементарного существования будущего труженика, труженика на производящего товара, который будущий капиталист предполагает продать. Вот. И второй, вот, носитель, это рабочие силы, то есть, свободный рабочий, ну, свободный в двух смыслах. И лично свободный, то есть, он не зависит от того, какого-то там, рабовладельца, как раб, или от феодала, как крепостной. Вот. Ну, а с другой стороны, у него нет никаких своих средств производства, средств существования. Поэтому единственный товар, который он может предложить, это свою способность к труду. Да, если вот буржуазные историки, они, первый факт, они отмечают, что вот произошел арт освобождения крестьян, и выступают против феодаров с их возмутительными ювелегиями, как писарно. Важно, чтобы вот этих капиталистов было гораздо меньше, чем потенциальных наемных рабочих. Иначе бы цена рабочей силы была бы очень высока. Ну, или как при основании Северной Америки, там, привозили... Да жизнь распорядится, да? Жизнь распорядится. Рабочих наемных бы гораздо больше капиталистов. Это, по-моему, тоже какая-то такая забота, такой нету, чтобы... Самое главное, два условия названы правильно. Два полюса. На одном полюсе владелец денежных средств, жаждущий организовать производство на другом. Ну, вообще говоря, вот, по-моему, здесь, может, и прав. В том смысле, что, конечно же, человек, так сказать, обеспеченный, имеющий какие-то средства существования, он или не пойдет работать по найму, или же будет, так сказать, себя по-другому совсем ставить. И поэтому здесь вступило в действие такое, имело место такое действие со стороны сильных мира сего, как экспоприация. У нас экспоприация обычно ассоциируется с революцией, когда вот там что-то национализировали и так далее. А здесь же была экспоприация, вот первоначальная революция, то была экспоприация экспоприатров. А здесь вот была изначальная экспоприация, и мы в каком-то смысле тоже ее пережили в начале 90-х годов. Это вот экспоприация широких своих населения, отъемных средств к существованию, дабы имеющие целью загнать их в наемное рабство. В Англии эта экспоприация производилась массово в порядке в те времена, когда в Афландрии вовсю основывались шестяные мануфактуры, требовавшие больших объемов сырья. И английским линдлордам, тем, кто уцелил в ходе столетней разборки Аллы и Белой Розы, им стало выгоднее производить эти шесты. Для этого нужно было просто выгнать крестьян с их земель, с тем, которые они столетиями перед этим владели, и служили своим феодалам. Вот. Ну, обеземеливание привело к тому, что, например, при Генрихе в Восьмом борьбе с надавшим нищетой было повешено 72 тысячи человек нищих, принятым тогда... Дорогие друзья, я перебью все-таки, это важно повесить там 72 тысячи, это и факт. Мы пропустили самую важную логическую цепочку. То есть мы подошли к тому, что произошло какое-то первоначальное накопление капитала. Да. В каком обществе оно произошло? В феодальном, конечно. Но вот эти феодалы... Погодите, мы должны логически сначала вот это... Что из себя представляет экономика, назовем так, феодального общества? Вот мы здесь пишем. Вогущество феодальных господ, как вообще всяких суверенных, определялось не размерами их венты, а числом их подданных. А это последнее зависит от числах христиан, ведущих самостоятельное хозяйство. И поэтому, значит, эти вот феодары, они были заинтересованы в увеличении числа христиан. И такие отношения создали возможность того народного богатства, которое с таким красновещием опишивает Карл Ферстерскю и так далее. Но эти отношения, как пишет уже Макс, исключали возможность капиталистического богатства. И действительно, даже вот если мы возьмем царскую Россию, феодальную помещище, припасническую, то, в общем-то, у нас, насколько мне известно, случаев массового голода с каннибализмом и так далее до конца 19 века не было. То есть феодары, помещики, они, ко всему прочему, запасы зерна там свои имеющиеся, как-то давали. И так далее иначе, они в случае недородов, а недородные были, там, года постоянно случались. И таким образом они все-таки были заинтересованы в наличии вот этого населения. И надо сказать, что феодальная собственность подразумевает, хотя феодар является феодальным собственником имения своего, да, и всех окрестных земель, но он, скажем, не может у христианина отнять самовар там или рапти, это собственность христианина. И земля вообще была общинная собственность, хотя она тоже как бы под помещиком, но там христиане сами распоряжались. И это вот все исключало возможность капиталистического богатства. Поэтому, когда говорят об отмене крепостного права, это может, конечно, вот этот царь-освободитель был, на него светкое нашло. А может быть, это было и насущнейшее требование зарождающегося русского капитализма такое вот. Потому что это вот обнищание христиан, изгнание их с земли, земля сразу же из феодальной собственности этого феодара, оставая его капиталистической собственностью. То есть ты больше на моей земле не сеешь, по крайней мере, за бесплатно, ты через мою землю свою корову на водопой не води, это вот сразу загнало христиан в такие условия, что... Ну, и потом долг на него был навешен, который пришел другое выплачивать. Долг за освобождение. Поэтому вот произошли во многих местах России в 1661 году восстания. Это да. Здесь вот опять же вот о загонении в бедность. Несколько акеров при коттедже сделали бы рабочих слишком независимыми, говорит некий доктор Хантер. И отмечается, что вот батракам, которым выделялось какое-то жилье, вот эти коттеджи, так называемые, отсюда и коттеры, коттеры, я не знаю, как правильно называть, где тут. Вот. Если бы они держали птицу, там, своих каких-то животных домашних, это категорически запрещалось под тем придругом, что тогда бы они воровали коров у хозяина. На самом деле здесь была не такая задача. Задача была, чтобы лишить всяких средств существованию. И вот, кстати, вот через призму этого, вот, интересно, может быть, здесь приравнение такое вот, когда Хрущев под придругом борьбы с якобы там, это, меркобуржуазностью и так далее, начал ликвидировать яморони, домашний скот и так далее. Вот не было ли это вот аналогичным терродвижением, жранием, вот, винизить людей, чтобы они менее себя чувствовали независимыми и так далее. Ну, естественно, нужно подобрать рабочую силу для капитализма. Нельзя исключать, да, то есть тут уже такие вещи были не вполне характерные для социалистического государства, социалистической экономики. Ну, только перед этим еще нужно, чтобы стать свободным продавцом своей рабочей силы, рабочие должны избавиться от господства церков, от цехового стаула, обучеников, мастерик, прочих из них потрясаний относительно труда. Ну, они не избавились до сих пор, могу сказать. У меня вот один товарищ, он в Германии сантехником работает, там есть цеха по-прежнему, там, если ты не в цеху, ну, тебя там куда-то вот по городам по этим бортать, туда-сюда на нескорплачиваемых работах, там это цеха до сих пор есть. Вот, ну и с другой стороны, которые эти буржуазные политэкономы, историки замолчают, у рабочих должны быть отняты все средства производства и все гарантии существования, которые обеспечивают в какой-то мере грязь феодальных учреждений. Да, да. Вот, история этой эксплуатации вписана в летпись человечество, пламенеющим языком, меча и огня. Ну, это понятно. Ну, аналогичная картина была, кстати, и при разграблении советской экономики, социалистической экономики, там, восточной Европы. Да, ну, пожалуйста, развали настоявших здесь некогда жирых домов, сараев, конюшен и т.д. Вот единственные следы оставшихся от прежних жителей. Что-то очень сильно напоминает. Ну, вот при эксплуатации общественной собственности в СССР тоже сотни тысяч человек погибло во всяких стычках и линии гражданских войн. А здесь вот... Крем мы еще не выжигают. Да. А здесь вот аналогия прямая с нынешними нашими гастарбайтерами. Да, да. Вот. Тут, значит, приводится аналогия с древним вимом, где вот, так сказать, это... Да, поэтому для земледических работ и скотоводства они употребляли рабов, тогда как свободные люди были бы взяты на военную службу, и, естественно, не могли бы у них работать. Обладание рабами приносило им еще ту крупную выгоду, что вследствие освобождения от военной службы рабы могли спокойно размножаться, доставляя хозяевам массу детей. Таким образом, сильные люди сосредоточили в своих руках все богатства и вся страна кишера рабами. Италийцев же становились все меньше, благодаря сверпшившей среди них нищете, народам и военной службе. А когда наступали мирные времена, они были осуждены на полную бездеятельность, так как богатые владели всей землей и вместо свободных людей употребляли рабов. Тут вот тоже можно некоторые аналогии, то есть законы действуют те же самые, и некоторые аналогии с гастарбайтерами вполне можно провести. Так, чего-то вот здесь еще было очень такое злободневное. Это мы уже исправили свою землю. Да, 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 тут действительно довольно много фактического материала. Они очень, так сказать, эти материалы очень бегут за живое. Тогда мы вернемся к первому параграфу и вывод-то сделаем. Что из себя представляет процесс с первоначальным накоплением капитала? Теоретически. Это исторический процесс разделения товаропроизводителей и средств производства. Отделение. Отделение, да. Средств производства от непосредственных производителей. Чтобы у них ничего не осталось, кроме своей рабочей силы, своей численности. И вот тогда получится два необходимых условия для того, чтобы рабочая сила стала товаром. И мы имеем капиталистическое производство. Напомню, два условия. Это личная свобода владельца рабочей силы. И свободу его от... Освобождение. Да, и отсутствие своих собственных средств производства. Значит, ну, здесь кровавое законодательство. Вот, здесь вот еще... Нельзя было бродяжным счастьем и минусами просить, да? Да, да. А вот здесь еще вот очень интересная вот тоже аналогия с нашими временами. Под страхом тюремного наказания воспрещается выдавать плату более высокую, чем указанную в статутах. Причем лица, получившие такую незаконную плату, наказывают сильнее, чем упротившие ее. Вот тут нельзя не вспомнить у меня сразу пришло на ум переговоры докеров в начале нулевых годов с работодателем. Вот, и там, так сказать, один из руководителей прямо сказал, что, ребята, ну, мы бы, в принципе, вам подняли бы зарплату, но нам уже по голове за это настучат. То есть, вот это вот в чистом виде, хотя вроде бы формально сейчас у нас государство устанавливает напротив, МАК здесь отмечает, что устанавливается максимум заработной платы, но отнюдь не ее минимум. А сейчас, вроде бы, у нас государство такое гуманное, оно устанавливает минимум. Но, с другой стороны, на этот минимум, ну, как можно в Ленинграде здоровому работающему человеку прожить там на 20 тысяч, условно, Галагар, но моей фантазии не хватает, работая при этом по 8 часов в день, 5 дней в неделю. Это совершенно. А с другой стороны, так сказать, тут не красно, но такие какие-то вещи явно гуляют, потому что видно, что в ряде случаев и рад бы работодатель вроде как приподнять, но что-то ему мешает. Значит, далее, Макс пишет о жестоких законах против коалиции, ну, то бишь, зачатках профсоюзов, тогда он коалиции называет. Вот, он пишет такая фраза, вот, которую тоже надо бы, это тоже, так сказать, эрогично все, что жестокие законы коалиции пали в 1825 году. Отчего они пали? Когда поведение пролетариата стало угрожающим. Да, ладно. Так что вот так вот. Так, ну и так, генезис капиталистических фермеров. Что тут можно сказать про этот генезис? Так, когда они медленно стали превращаться в капиталистов, когда они... Скацкое дело начали формировать в сегодняшних руках животноводство, а освобожденные от земли, от этих средств производства люди, они начали у них компактно работать в их бородочках. Ну, этот капитал рос довольно медленно. Да, совершенно верно. По сравнению с накопленными капиталами купеческими и ростовщическими. Ну, тут фермерами, как я понимаю, называются все-таки сельские капиталисты, кубаки, по-моему. Кубаки, да, которые, как они раньше были такие же крепостные, но с домовыми, они выделены как смотрящие. Да, тут написано, что имущественные отношения среди самих крепостных, не говорили, существовавших рядом с ними свободных мер, которые были очень различные. То есть это... И, кстати, вот у графа Шереметьево, где где-то было недавно, были крепостные, там, типа у какого-то там была фабрика, на которой пять тысяч человек работало, у какого-то другого там еще что-то было, они ему говорили, мы тебе 200 тысяч рублей заплатим, отпусти нас. А Шереметьев нет, вот он водил всяких англичанам их показывал, все такое. Вот, то есть, это значит, вот они возникли. И способствовало этому то, что земли, как тут написано, брались нередко на 99 лет в аренду, договор в аренду заключался, а золото дешевера и другие драгоценные металлы, поэтому аренду дешевера. И аналогично дешевера рабочая сила для этих фермеров. И это тоже вот способствовало их... А продукты питания дорожали? Да, да, продукты питания дорожали. То есть, поэтому это было такое благоприятное время для сельских, формирования сельских капиталистов. По-моему, в этой части еще обращается внимание, что еще лишенные средства производства, лишенные своих домашних хозяйств, таким образом формировали потребительскую способность. То есть, приходилось это все покупать, еду с сельских капиталистов. Да, да, да. То есть, разорили сельских капиталистов. Опять же, тут аналогии можно привезти с Хрущевым. Вчера на лекции Михаил Васильевич рассказывал, что вот Хрущеве как всех коров повезали, как ямками частные порубили, так все побежали за мароком у магазина, а вот тебе, басенька, и дефицит. То есть, тут тоже вот такие забавные аналогии можно привести. Вот, и далее у нас обратное влияние земледельческой революции на промышленность, создание внутреннего рынка для промышленного капитала. Здесь вот что можно сказать по этому поводу? Ну, тут много пропускает, и все. А что мы пропускаем существовало на вашу шляпку? Ну, да, исключение, то вообще можно приносить, ну, в общем-то, да, то есть, вся вот эта грамота, четвертая, вот, Виктор Иванович здесь прав, здесь вообще, говорю, разговор на 15 минут. Да, да. Но это самое, оно вот это и сжато так. А вот эти все... Да не совсем, вот последний параграф. Из-за промышленного... Нет, историческая тенденция капиталистического накопления. Здесь можно часами разговаривать. Это вывод из первого тома капитала. Всего первого тома капитала. Это, 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 я принял, да? Вы сейчас, или... А вот обратное влияние... Третий, да, проскочили. Вот сейчас где-то вот мы уже и про генезис фермеров проскочили. Вот. А вот теперь вот обратное влияние земледельческой эволюции на промышленных, создание внутреннего рынка или промышленного капитала. Можно на следующее занятие что-нибудь... Вот это вот как раз... Что у нас ждет на втором томе. Нет, это начнем в втором томе, тогда и начнем. Там еще 25-я глава небольшая. Современная теория колонизации. Да, а может ее тоже зацепят? Ну тогда... Сегодня? Нет. Сегодня нет уже на следующее. Ну вот можно до седьмого параграфа дойти. В принципе, мы можем и раньше закончить. Ничего страшного. Да, до седьмого параграфа дойдем, да? Так, а у остался последний. Остался. Опять-то еще. Возвратное влияние земледельческой эволюции на промышленность, создание внутреннего рынка для промышленного капитала. Это здесь, оказывается, я поспешил. Здесь написано экспроприация и изгнание из деревни части сельского населения не только высвобождает для промышленного капитала рабочих их жизненные средства, материалы их труда, но и создает внутренний рынок. Да. И только уничтожение сельского домашнего производства может дать внутреннему рульку данной страны те размеры, ту устойчивость, в которых нуждается капиталистический способ производства. Да. Но надо сказать, что здесь, мы говорим о том, что от Хрущев там ябро не уничтожал, это так сказать, вот и как бы, но и обратное действие, то есть семерное обращение этих садовоз всяческих, оно тоже на пользу социализма не пошло. Ну, давай. Это непонятно еще. Да, это вот. Сейчас Киев. Рома от этого на пользу не пошла. Так что поэтому это здесь вот так вот. Ну, здесь понятно почему, да? То есть крестьянское хозяйство, при феодализме, оно натуральный характер, производство. То есть внутри крестьянского хозяйства производилось практически все необходимое для жизни семьи крестьянской. И гитария, и одежда, и... Совершенно верно. А в результате лишения средств производства, да, скажем, возникновения сельскохозяйств капиталистических предприятий. Крестьянин бывший стал наемным рабочим, выполняет какие-то одни функции. И что тогда покупать? Где? Иду, одежду и прочее необходимые средства существования. Вот появляется рынок, внутренний рынок, для промышленных товаров, которые производят в городах на капиталистических предприятиях. И надо сказать, что этот патриархальный украд задержался, по крайней мере, у нас в стране до 30-х годов. Мне вот в разливе одна бабушка показывала отказский станок, и ее свекровь еще на нем отказа. Это вот выиграть Денинграда, рядом с Искорейск, оружейный завод, в общем-то такой развитой достаточно центр. А на рынок за самоваром, за ружьишком, там что-то так, съездить на ярмарк, уситься дочке на аптасе. Конечно, с такими людьми денег не заработаешь. Творец и сами деда. Это вот необходимые условия. Ну да, тут об этом и говорится, что приедение Ленина, когда это все было распределено равномерно, каждый крестьянин, грубо говоря, сшил, создавал ткани и шил одежду. Вот так это оказалось в одних руках, а эти все оказались без таких возможностей и вынуждены при этом продавать дешево свою рабочую силу. Ну и последний, это на сегодня шестой параграф, генезис промышленного капиталиста. Что такое генезис, кстати, Виктор Иванович? У тебя, как Виктор? Да. Развитие. Нет, ну а не зарождение. Ну, генезис, да? Развитие. Мне кажется, присоединение простое. А развитие, это усложняется все более новыми. Мне кажется, все новое слово развитие, когда я употреблялся. Развитие, да? А не зарождение? Нет. Генезис, это прохождение от зарождения каким-то разным образом. Становление? Да. Ну, у нас так остановление, да. Вот, к остановлению, да, но не начало точно. Ну, понятно. Становление, да, то есть. Так, ну так, что можно сказать-то у нас про генезис промышленного капиталиста? Ну, вот, в средние века здесь завещали будущему капитализму две формы капитала, это ростовщический и копейческий. Главное, наверное, у нас стоит обратить внимание, что он отличается от фермерского, что он не такой постепенный, он идет, более скачкообразный рост показывает. То есть, ну, как, ну, большую причину, что ты говоришь. Ну, да, все общественное богатство, ну, при капитализме, сначала попадает, ну, как бы, создается рабочими, да, попадает в рубль капиталиста, заплата дает, как я-то не знаю. Понятно, спасибо. А вот что мешало? Бэр-капитал ростовщический, бэр-капитал купеческий. А что вот мешало перетеканию этого капитала в промышленность? Не было условий, не было продавцов рабочей силы, потому что они были связаны с крепостными словами. Да, да, с крепостными словами или крепостными зависитами. Что этому препятствовал феодальный строй в деревне и цеховой строй в городе. В городе, да. То есть, это вот ограничения пали, и вот, так сказать, все это пошло. Ну, хотя, вот, например, в Китае такие, как бы, ограничения были, и передавались, там, может, столетиями профессии от сына к внуку, ну и так далее. Ну, до победы капитализма в Китае здесь еще далеко. Это еще только в 11-м году буржуазная революция в Китае произошла в 1900-х. Да. Так что здесь это еще много. И вот производительность предприятий биологических в 11-м веке в Китае была гораздо больше, чем в 18-м веке в Англии. Ну, еще до того, как вот стали роматься вот эти феодальные строй в деревне и цеховой строй в городе, вот этот капитан нашел свой выход в зарубежных похождениях, в коронизации. И здесь вот Марс, вот это и пишет свое знаменитое насилие, является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременну новым. Само насилие есть экономическая потенция. Вот это вот, оно без насилия тут ничего не сделали. Не сделать бы, это не результат какого-то там такого течения спокойного, а результат насилия. Ну, то есть вот даже юридических законов, представления капитализма, что он забирает, капиталист, всю стоимость производимого рабочего, не было. Ну, это как бы оправдывается тем, что переворот вот этого отношения собственно совершился благодаря взиманию процентов на капитал. И не имеет знаменательства, что законодатели всей Европы стремились воспрепятствовать этим путем законов против расставщичества. Вот здесь вот интересное, трагическое тоже. Вот коронии, да, вот там угнетают туземцев и так далее. Вот. И тут у нас пишут, сокровища, добытые за пределами Европы, посредством грабежа, пробащения туземцев, убийств, критикали в митрополию и тут же превращались в капитал. Гарандия, где граниальная система впервые получила ходное развитие, в 1648 году достигла высшей точки своего торгового могущества. Значит, ее рыбные ровли, судоходство, мануфактура не имели себе равных ни в какой другой стране. Капиталы этой республики были, может быть, значительнее, чем совокупность капиталов всей остальной Европы. Вот, сейчас Гарандия, что такое, а тогда что было. Да. Но автор этих слов, пишет Марс, забывает прибавить. Народные массы Гарандии уже в 1648 году более страдали от чрезмерного труда, были беднее и терпели гнет более жестокий, чем народные массы всей остальной Европы. То есть, вот это вот здесь, надо понимать. И далее Марс пишет. Настоящая война, промышленная гегемония влечет за собой торговую гегемонию. Действительно, если ты вот продаешь то, что в России никак не могут сделать, то ты будешь в России продавать, а будет Россия плохо себя вести, санкции наборишь. Колониальные тенденции, да. Да, напротив. А в мануфактурный период торговая гегемония обеспечивает промышленное преобладание. То есть, если ты торгуешь тем-тем-тем, у тебя есть рынки сбыта, и тогда, так сказать, вслед за этим уже поднимается промышленность. Вот это вот очень существенный такой момент. Ну, классическое, по-моему, и в школах в наше время висело на досках в кабинете истории. Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо от у земного населения в родниках, первые шаги в завывании и разграблении Уст-Ингии, превращение Африки в забаведное поле охота на чернокожих, такова была у кинеза рекополистического эрекопроизводства. Эти идиллические процессы составляют главные моменты первоначального накопления. За ними следует вторая война европейских наций, аренда для которых служит земной шар. Война – это начиная с отпадения Нидерландов от Испании, принимает гигантские размеры в английской антирикабинской войне. И теперь еще продолжается такие грабительские походы, как война с Китаем и за опиумом. Это пиопиумная война европейских стран, США, даже в тот период, когда не были заняты гражданами. Давайте все-таки сегодня мы здесь закончим. Дальше еще какой момент существенный очень? Система общественного кредита, то есть государственных торгов. И тут вот Маркс пишет, единственная часть так называемого национального богатства, которое действительно находится в общем родине современных народов, это и государственные дороги. Часть богатства государственной дороги. По мне последовательно поэтому современная доктрина, что народ тем богаче, чем сильнее его задолженность. Государственный кредит становится символом веры капитала. И с возникновением государственной задолженности, смертным грехом, за который нет прощения, становится не хура на Духа Святого, а нарушение доверия государственному долгу. Вот если ты в Среди Штатах покустишься на доверие государственному долгу, и далее, без штатных долг и делается одним из самых сильных рычагов первоначального накопления. Ну это в Англии с этого начиналось. О, да-да, там еще сначала заживали на Костров-Видем, потом те, кто подделывают купюры перед этим. Да, перед этим сами короли систематически чеканили фальшивые монеты. Да, так как государственные долги опираются на государственные доходы, за счет которых должны покрываться годовые проценты и тому подобные платежи, то современная налоговая система стала необходимым дополнением системы национального кредита. Чрезмерное ображение не случайное ухранение, а скорее сам ее принцип. В Гарандии, где система укрепилась прежде всего, великий патриот Дэвид поставляет ее в своих максимах как наилучший способ развить в наемном рабочем покорность, умеренность, прирежание и готовность переносить чрезмерный труд. Ну, кстати, вот у нас главный источник народовых поступлений, вот мы читали еще, так сказать, но это правда не в последние годы, а где-то, наверное, лет 7 тому назад в Петербурге был, НДФР – Народ на доходы физических лиц. И это, то есть, это вот те 13 процентов, которые мы платим. Это вот, то есть, вот кредиты, налоги сопутствующие и инфляция. Вот это вот, с которыми успешно борются всякие торгентаторы. Вот, ну и, в общем-то, вот это основные, так сказать, эти опорные точки вот становления или генезиса, как пишет Маркс, промышленного капитала. Вот, ну и таким образом мы вплоть и подошли к 7-й, по 7-му, последнему параграфу историческая тенденция к петлическому накоплению. И Виктор Иванович прав совершенно, что, конечно, это может то самое место, мне надо поговорить, и потом будет короченькое 25-е годово. Ну, за один раз? Конечно, да, конечно. И таким образом у нас, надеюсь, через 2 недели будет завершение первого тома. Да, это будет знаковое событие. Субтитры создавал DimaTorzok